Выглядело просто как порно-звезда. Девственность потеряла я только в 20. Лучше я всё в жизни это потеряю, но я буду с собой. Грудь стала там чуть более чувствительной. Хорошо, что это всё закончилось. Ничего подобного я не испытывала. Этот дискомфорт людей доводит до суицида. Зачем мне причинять боль ещё одному человеку? Я всего лишь прохожий для всех других. Всем привет! Это подкаст «Поехали ко мне» и здесь мы обсуждаем тему секса и всё, что с ним связано. С вами его ведущий, журналисты «Русдельфи» Артур Изумрудов. Всем привет! И я, Виктория Соломончук. Также у нас в студии сегодня очень интересный гость. Я думаю, она о себе расскажет подробнее и лучше, чем это сделаем мы. Виктория, привет! День добрый! Сразу спрошу, как нам тебя правильно называть, твое местоимение? Просто Виктория, она, ей. Вик, и, конечно, хотелось бы сразу задать тебе вопрос, кем ты была и кем ты являешься сейчас. Ну, была я человеком, как и все остальные, но большую часть жизни я притворялась мужчиной. Не потому, что мне так хотелось, а мне сказали, что вот так должно быть, так правильно. То есть, ну, других вариантов не было для меня. Ну, и поэтому я, слушаясь родителей, делала всё, в принципе, как они и говорили. А как они говорили? Задавали, в принципе, стереотипные ожидания, что вот буду иметь хорошую работу, то есть, ну, да, буду иметь хорошую работу, найду себе женщину, поженюсь, дети, всё как обычно, всё как по шаблону. А в какой момент ты поняла, что ты притворяешься, что там притворствуешь, что вот на тебе какая-то маска, что ты вынуждена отыгрывать какую-то роль? Вот когда пришло это осознание, что, чёрт возьми, я на самом деле не таким являюсь? Не скажу, что был вот прям один момент, один день. То есть, всё начиналось с дисфории, которая всё это внутри очень сильно губила. А что это такое? Можем пояснить? Несоответствие одного с другим, ну, именно вот если говорить о гендерной дисфории, то... Когда ты чувствуешь себя не тем, кем ты являешься, да? Не тем, кем я себя представляю. То есть, ну, тогда я из себя представляла мужчину, но на самом деле являлась не мужчиной, и поэтому, ну, вот, и это называется гендерная дисфория. Сказывается она жутким неприятным ощущением внутри, но поскольку меня всё время вбивали то, что это нормально, то есть, ну, я же не могла передать другому человеку, что вот мне больно, а почему? Описать свои неудобства я никак не могла. А почему? Ну, во-первых, возраст не такой, чтобы прям хорошо артикулировать. Во-вторых, ну, другому человеку, особенно вот если говорить о родителях советского времени, ребёнок вряд ли сможет им описать, ну, вот, что такое дисфория, что и почему я на данный момент ощущаю. То есть, просто на уровне ощущения ты чувствуешь какой-то дискомфорт? Поначалу да, то есть, если не знать, о чём идёт речь, то, да, ну, и дискомфортом это, на самом деле, это очень слабо сказано, но я боюсь, что во многих случаях этот дискомфорт людей доводит до суицида. То есть, это может быть настолько жутко неудобно, ну, и это очень ещё и сильно зависит от того, как долго это продолжается. То есть, естественно, чем раньше с этим справиться, тем лучше. А как ты справлялась? То есть, ну, ты там посещала психологов? И какой возраст это был? Ну, вот, терпения хватило где-то до 26 лет. А сейчас тебе? Сейчас мне почти 35. Вот. А началось? Ну, когда ты вот начал чувствовать, что я испытываю внутренний дискомфорт? Честное слово, ну, ещё раннем подростковом возрасте это ещё было тяжело сказать, потому что... Не, я именно про ощущения. Да, я про это и говорю. То есть, это тяжело сказать, потому что, ну, дети, они обычно в детском возрасте не думаешь о гендерных ролях, и, то есть, ну, ребёнок ведёт себя как ребёнок, не то, что прям-таки там как мужчина или как женщина. То есть, ребёнок, это как будто своя отдельная категория. Ну, когда уже начинается больше в жизни появляться именно таких ролей, обязанностей, которые характерны больше там одному или другому гендеру, то тогда уже, ну, появляются неудобства. Ну, естественно, ещё в таком раннем возрасте особо не поймёшь, почему. То есть, ну, и особенно в раннем возрасте ещё так даже не скажешь, что прям очень сильно неудобно, что есть просто пока дискомфорт. Но, к сожалению, с годами это всё накапливается. В чём это физически проявлялось? Были ли какие-то моменты, когда ты там... Короче, когда у тебя действия как-то нисходились с твоим внутренним ощущением, когда ты делала что-то, что тебе претило? Потому что ты такая типа, вот, роли так выстроены, и я должна делать вот так вот, хотя мне хочется делать по-другому. Такие моменты бывали? Если я правильно поняла вопрос, ну, это сказывалось там при покупке одежды, допустим. Ну, например, да. Ну, вот, я об этом говорю. То есть у меня никогда не было желания прям выходить за что-то там по магазинам, ну, ходить себе выбирать что-то, потому что я знала, что у меня, ну, как будто, в принципе, не было выбора именно взять себе то, что я хочу, ну, потому что я всё равно выходила с родителями, ну, они мне всё это покупали. И, скажем так, я знала, в чём ограничивается мой выбор, точнее, в мужской одежде. Я знала, что там нету того, чего мне хотелось, и поэтому всё это откладывалось в депрессию. Типа, ну, я ходила, я делала, потому что, ну, надо, нужно купить одежду. Мне абсолютно наплевать было там, что мне купят, потому что я знала, что всё равно не получу то, что мне хотелось бы. Родители понимали, чувствовали это? Нет, хотя, ну, постфактум, в разговорах, да, не видели, но они не понимали. Ну, они, наверное, как подростковые капризы, не знаешь сама, что хочешь. А ты в итоге была самостоятельная в выборе своей одежды? Да. Да? Я вот просто вспоминаю про себя, мне часто мама, ну, не то чтобы одевала, но она там советовала, как-то направляла меня, потому что я вообще был фэшн-лох, что называется. Я, правда, я вообще не понимал. Я там надевал там какие-нибудь сандалии с носками, тогда это сейчас на молодёжном языке называется зашквар, вот. И я прям, ну, ужасно выглядел. И я в этом смысле чувствовал себя вольготно, когда она меня как-то так направляла в этом смысле. Мне давали деньги, и я уходила в шоке. А, прикольно, прикольно. Это прям было нормально абсолютно, практика. А тебя в этом смысле, получается, контролировали, да? То есть... Не то чтобы прям контролировали, но у меня в том возрасте денег не было, поэтому я выходил с родителями, которые уже меня покупали. Но, опять же, поскольку я даже не знала, что у меня есть выбор одежды из женского отдела, я поэтому, в принципе, не хотела даже выходить за одеждой, потому что, опять же, что я там себе возьму? Там нету... То есть в мужском отделе нету и никогда не было того, чего мне хотелось бы. А ты понимала, что ты хочешь? Нет. То есть не понимала? Еще раз я повторю, что я даже не знала, что у меня есть выбор чего-то, что не соответствует мужскому образу. А, там, листать по ночам журналы, там, фэшн, моды, смотреть что-то? Нет, нет. Но одно дело я могла увидеть, там, какой-то образ, который мне понравится. Но есть еще, в принципе, стереотипный такой момент, ну, трансгендером, это когда ты на кого-то смотришь, и ты не понимаешь, ты хочешь быть с этим человеком или ты хочешь быть этим человеком. То есть, ну, и поэтому, даже когда видишь подобные такие, ну, приятные образы, ну, нету такого конкретного понятия, что, о, да, я хочу вот выглядеть так. Есть очень частая такая запутанность, что, ну, может быть, я просто хочу быть с этим человеком, потому что этот человек приятно выглядит. То есть, это все очень мутно. А когда ты вдруг начала вот это артикулировать уже, когда пришло сознание, когда ты научилась там подбирать нужные слова, и пришло какое-то понимание, что я вот хочу то-то, то-то и то-то? Ну, после 27 лет, предыстория всего этого, то, что я, в принципе, немало зависела от родителей, там, будь то, когда училась за границей, то есть я все-таки, ну, это сильно от их денег зависело, или даже когда я в армии была, то есть это все не... Я проживала не по своей воле, то есть я скорее делала то, что там мне говорили делать, будь то учиться, будь то что-либо еще. Где-то в 24 года я смогла заселиться в свою квартиру, и просто буквально сидя в одной комнате, я провела несколько лет, разбираясь в себя, до сих пор ничего не было понятно, то есть почему я себя так ужасно ощущаю. И где-то после 26, то есть уже в 27 лет, ну, наткнулась в интернете на одну фотографию, лучше скажу так, до этого всего, я видела, в принципе, полно фотографий трансгендеров, там где до и после, там мужской образ, там женский образ, казалось прям так невероятным, потому что, ну, я видела такие изменения, что, ну, как будто два абсолютно разных человека. И вот я наткнулась на одну фотографию, там не было ни до, ни после, там сразу же такой вполне себе женский образ был, и посмотрев на эту фотографию, тогда еще я не поняла, почему я на это посмотрел с удовольствием. Но я посмотрел на эту фотографию и подумал, что вот такой образ я смогу достигнуть. Но я не понимала тогда еще, почему меня эта мысль радовала. Но поскольку меня, в принципе, помимо этого там ничего особо не радовало, ну, я решила достигать этой странной, непонятной цели, что вот, ну, раз хоть какое-то удовольствие я от этого получаю, не знаю почему, но я буду этого добиваться. И добивалась ты какими методами? Какие шаги предпринимала? Разница между мной тогда и, там, человеком в той фотографии был, вес, длина волос, немного макияжа, то есть вполне себе такие, ну... Ну, какие-то прикладные вещи, которые... Простые достаточно вещи. То есть, ну да, понятное дело, что там с весом, с волосами, ну вот это ждать, это нужно долго ждать. Работать над этим... Тем не менее, я начала делать шаги в эту сторону, и там... Ну, и после этого момента я уже стала думать об этом намного чаще. И уже там мысли стали заходить, ну, а что если там, не знаю, макияж стану пробовать. Потом не помешает хотя бы какую-то одежду в этом образе купить. Ну, и, соответственно, я все это стал делать. И к моему тогда удивлению, мне это все очень сильно нравилось. в отличие от всего, что происходило у меня в жизни. И поэтому, ну, выбор уже становился вполне себе прост. То есть, я буду заниматься этим, ну и, соответственно, этим я занималась. Пока я не была уже абсолютно довольна собой, я до сих пор над этим работаю. Но то, что сейчас, и то, что было тогда, это уже две абсолютно разные жизни. А ты можешь вспомнить, там, допустим, вот свой поход в магазин, когда ты вдруг решилась, что я хочу изменить свой имидж, пойти в магазин, купить какие-то вещи. И ты еще тогда, насколько я понимаю, была в образе парня. И вот как, допустим, по окружающей реагировали? Парень идет, примеряет женские вещи. Что? Ну, все не прям так было. В принципе, эти первые походы в магазин, ну, самый первый поход в этом плане был он с... Как ее по профессии там было? Стилист-консультант? Да, да, точно. Я, ну, вот, в эти 27 лет, я понимал, что я абсолютно не разбираюсь в одежде. Поэтому, ну, вот, знаю, что есть такие люди, которые в этом разбираются, но я решил нанять. Да, для нее это было вполне себе удивительно, но, тем не менее, она как профессионал, там, сначала о теории рассказала, и потом мы уже с ней вместе пошли по магазинам. Слушай, ну, это очень взрослый подход. Я не понимаю в чем-то, я нанимаю профессионала и закрываю свои потребности. Классно? Ну, для меня это был самый простой подход, потому что, опять же, вот если бы я действительно сама пошла так по магазинам, то есть у меня до этого были очень плохие ассоциации с походом по магазинам, потому что, ну, я как только что рассказывала. Но вот тут был человек, который мне помог, естественно, за деньги. Ну, и когда мы уже с ней пошли по магазинам, она, по теории, которую мы только что с ней проходили, она мне подобрала юбки, платья, то-сё, и я уже, соответственно, их пробовала. То есть ей было виднее, что бы мне могло подойти. Она выбрала для меня эту одежду, я пошла ее мерить, и, в общем, наделала там кучу фотографий, еще вполне себе мужского образа, но в женской одежде. Да, это чрезвычайно рада была. Была настолько рада, что я сразу же хотела кому-то послать через Телеграм эти фотографии. Я так сильно хотела это послать, что я даже не посмотрела, куда я послала, а это был групповой час. И кто в нем состоял? Дэнда группа. В общем, на настольных группах. А, окей. Да, ладно. Вот. Ну, там все были друзьями, так что ничего плохого из этого не произошло, но... Твой лук заценили? Типа того. А как они отреагировали? Легкий шок. Для... Ну, тогда еще, в принципе, для всех моих знакомых это был легкий шок, потому что... Ну, мало того, что там... Про меня никто ничего не знал. По-моему, в принципе, у нас в городе, в стране это не так... В плане информации это не так было сильно распространено. Даже сейчас уже намного лучше, чем было тогда. И вот вдруг увидеть такое... Ну, опять же, просто легкий шок и непонимание. Но самое важное, что я видела в людях, это то, что им все равно, в принципе, чем я занимаюсь, там, лишь бы человек был рад. Ну, и так и было. То есть эти вещи приносили мне радость и никому они не мешали. То есть твое окружение там достаточно лояльно отнеслось к твоим вот этим метаморфозам, изменениям? Да. Какой-то критике? Какого-то хейта не было? Не абсолютно все без критики, но с критикой были там всего несколько человек, там, меньшинство людей. Как родные отнеслись? Тоже с непониманием. То есть я все это им рассказывала пошагово. Началось даже не с того, кем я являюсь, а того, кто мне нравится. Мое первое свидание было в 26 лет, в принципе, в жизни. И это было с мужчиной. Ого! Да. В плане как семьи все знали, что я просто сижу дома, ничего не делаю, ничем не интересуюсь. Ну, я была в глубокой депрессии, и все знали, что от меня там ничего интересного, никаких новостей, ничего не дождаться. Сюрпрайз, сюрпрайз! Не, ну, я не прям таки им это вот так рассказала. То есть, потому что, ну, я не хотела им сразу же все это рассказывать, потому что я не знала, как они отреагируют. Опять же, это родители, это уже люди в возрасте с советского вырастания. Я не знаю. Я не знаю. То есть, ну, естественно, ожидания там были худшего, но я все-таки резервировала эти самые ожидания, потому что, ну, а вдруг? А вдруг ничего плохого не будет? Но в то же время у меня есть двоюродные братья, которые более понимающие, все-таки более молодые, и на одном там семейном собрании я одному из них рассказал, что у меня было свидание, и добавил. А это было с мужчиной. Ну, в принципе, там ничего такого восхитительного в этой информации не было, но человек понял, что там появилась новая информация. Такой аккуратный семейный вброс. Да, да. Семечка. Нет, так и было. И произошло, в принципе, то, что я именно ожидал, что человек расскажет, но не в деталях. То есть человек расскажет, что у меня было свидание. Отлично, все так и произошло. Я не прямо так и ждала, когда это произойдет, там где-то пару месяцев прошло. Но вот в какой-то день там мама рассказывает, что такой, о, вот то-то-то, и рассказал, что я ходила на свидание. Да, было такое. Я это использовал как предлог, там пригласить маму к себе, ну и поговорить об этом. По душам? Да. А с этим мужчиной ты где познакомилась? Приложение, по-моему, то есть тогда это, да, это было предложение, это не, там, не... Честное слово, свидание было так себе. То есть оно было... Я ничего интересного про него рассказать не могу. Оно было и прошло, и все. Но просто самый важный факт, то, что это произошло. А как ты себя там позиционировала в этом приложении? Ты открыто говорила о себе? Я говорила лишь то, что я знала, и, честное слово, я про себя... То есть я не могу сказать, что я еще знала о своем гендере. То есть первые изменения были в том, что я была... Ну, я оказалась не тем человеком, которым я себя позиционировала более 20 лет. С этого началось расшатывание. Про мою личность это уже было после, но хорошее начало с того, что оказывается все на самом деле не так, как мне оказалось всю мою жизнь. А мужчина шел на свидание с мужчиной? Да. Да. То есть, ну, опять же, это тот человек, само свидание там вообще не о чем рассказать. Не, ну, первые шаги важны. Ну, да. Первый шаги, то есть это все... Вот это произошло. Я прогласила маму об этом поговорить. Когда зашла об этом речь, она, естественно, там думала, что свидание было здесь с девушкой. Но вот тут-то я ее поправила. И мама в этот момент... Первый ее вопрос был, что, типа, я изменила свою ориентацию, что ли? Ну, я говорю, что все, не так работает. То есть у нее было сильное непонимание происходящего. То есть, опять же, она думает, что ориентации меняют люди, не знаю, как одежду или... Она не понимала, что это и как это происходит. Но вот там уже я потихоньку просто стал рассказывать, что... Насколько это, в принципе, все нормально, и в этом нет ничего плохого. Что... Ну, это просто было и все. То есть, несмотря на то, что ей это, может быть, показалось там каким-то там новшеством, что, ну, на самом деле, по сути ничего не произошло. То есть, ну, если все-таки речь идет обо мне, то я была ее ребенком, так и ее ребенком и осталась. В плане как самого свидания, ну, сходила там, ничего интересного не было. Ну, и все, и закончилось. Но вот сама деталь то, что это было с мужчиной, а не с женщиной, то же самое, как для меня, это было легкое расшатывание норм. Вот и ей я тоже это же самое впечатление и передала. А отец как отреагировал? Ну, вот пригласила я только ее. То есть, мы там с мамой обсудили, кто лучше ему расскажет. Ну, мама решила, что она расскажет. Взяла весь груз ответственности на себя. Ну, в принципе, она в тот же вечер рассказала, но тут такое дело, что мы с родителями особо не общались. Что до, что после. Поэтому с этой информацией ничего особо не изменилось. Не то, чтобы там совсем плохие отношения были, но я там уже несколько лет, как говорила, просто сидела дома. Я вся в себя ушла, мне делиться там особо нечем было. Вот этот, опять же, семечко забросила и продолжила жить, как жила. Ничего такого личностного с родителями не произошло. Ну, если уж с отцом конкретно. Матери, вот понятное дело. Я рассказала, как смогла, и не знаю, как она уже передала папе. Слушай, ну, считай, все равно делалось с легким испугом, потому что у нас тут был гость, он гей, и он рассказывал, что когда поговорил с родителями, там было не то, что встретил какое-то непонимание. Там была целая трагедия, там такая драма развернулась. То есть там родители вообще в полное отрицалово ушли, и там пробиться через это очень-очень сложно. То есть там прямо, да, трагическая история была. Я, честно говоря, ну, я, к сожалению, один из обычных путей, через которые возможно пройти, и я в плане себя я тоже это ожидала. То есть я ожидала, что там семьи не будет, друзей не будет, работы не будет. Но ощущение в то же время было такое, что... Буду я. Да, ну буду я. То есть или меня не будет, то есть ну будет все это, но не будет меня. Но я уже, опять же, больше 20 лет с этим ощущением без себя жила, и я уже все, я уже больше не могла. Больше такое продолжаться не может. Лучше я все в жизни это потеряю, но я буду с собой. А мы можем проговорить, каких изменений ты добилась, через что ты прошла. У тебя какая-то операция была? Операция уже была, но меньше двух лет назад. То есть это уже совсем после основных изменений, типа как одежда, опять же, прическа, общий облик. Операция была, ничего такого, прям сильно изменяющего. Там липосакция, липосакция и липофилинг, и все. То есть это высасывание жира было из пояса, я выбрал, ну и в грудь, этот же жир в качале. Сколько стоило? То ли, блин, я не помню, ну, несколько тысяч. Ну, несколько это сколько? Очень интересно. Три, может быть, четыре? Ну, в целом, подъемно. Ну, то есть, а вдруг и две, то есть я не помню. То есть хочется сказать, что три тысячи плюс-минус одна тысяча. Тебе кажется, нормально, да, эта цена? Да, 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 да. Ну, грудь где-то делается от двух с половиной, но это было еще раньше. Но там по количеству точек, то есть липосакция была из трех точек. Ага. Вот. Ну и две точки, соответственно, липофилинг. И как, довольны результатом? Всегда хочется большего, но тем, что добилась, довольна, в принципе. Большего? Ты не про размер, а про... Про размер. А, хочется больше. Не, не, ну, и так, и так. То есть, ну, в принципе, в этой операции дело все в размерах и состоит. То есть из пояса высасывается жир, там размер, соответственно, становится меньше, вкачивается в грудь, там размер, соответственно, становится больше. И больше ничего не происходит. А хочется больше выкачать или закачать? И то, и то. То есть, ну, мне жир на поясе не нужен, я считаю. Однако я точно заметила, что некоторая одежда пострадала от этого, потому что одевать её стало в ранней груди, стало труднее. Чесновато. Не, ну да, именно так. Блин, ну если бы сейчас на твоём месте была подружка, я, конечно, бы попросила показать. А вот эти какие-то гормональную терапию, ничего такого? Не скажу, что это естественно. Да, естественно, я этим занималась. А это какой-то определённый промежуток времени или на гормональной терапии надо постоянно? Всю жизнь, каждый день. А что они делают, что они дают? Ну, это эстроген, женский гормон. Я не смогу описать всё-всё-всё, что они делают. Ну, в общих чертах это просто на что это влияет? Ну, на грудь влияет. Затрудняюсь сказать, что если там с волосами какие-то изменения, то есть алысения нету, к счастью. То есть, влияет ли на это? По-моему, да. Я, опять же, я не столь прям эксперт, но самое всё-таки важное — это ощущение дисфории, оно пропадает. То есть, в медицинских целях это самая важная часть. Вот ты себя преобразовала, пришла к тому виду, который тебя устраивал бы, но, естественно, когда был он первый секс в новом образе? Ну да, помню. Мне описать... Вот как ты к этому половому акту шла? Вообще, как ты к этому процессу шла? Вообще, у тебя была потребность, например, вот во время твоих трансформаций, либидо повышено, понижено, тебе нужен был секс, не нужен, ты хотела, но в целом терпела? До всего этого либидо был, к сожалению, чрезвычайно высокий, но секса не было. Но всё-таки по ходу жизни я так сильно в депрессию ушла, что об этом... Я боюсь, что я не могла себе даже позволить и думать об этом. Поэтому пока я себя не приняла, то есть я и не ожидала, что кто-то со стороны меня примет. Поэтому первые шаги были всё-таки это пока я не почувствую хоть какой-то комфорт в своём теле. Но, к сожалению, по жизни это заняло 27 лет. Детственность потеряла только в 27. Будучи женщиной? Да. Когда я уже стала себя комфортно ощущать, в принципе, внешне, то есть наконец-то достиг тот момент, когда я смотрел в зеркало и мне не было тошно. Ну и тогда я подумал, что ну вот такой образ я могу уже предоставлять и другим. Ну и вот в принципе в приложении для знакомств туда этот образ, соответственно, и выставляла. Ну и на эту тему желающих хоть отбирай. Большой спрос ты мечтаю, да? Большой спрос большой, предложение очень маленькое. То есть ты просто говорила, что я женщина или я там когда-то была мужчина? Ты это как-то проговаривала? В описании анкеты, ну я всё время писала, что трансгендер. Я понимаю, что, ну мне не хочется не тратить ни своё время, ни чужое время, поэтому пусть там пишут, только если интересно. К сожалению, было немало случаев, когда люди то не читали анкету, то понятия не имели, что такое трансгендер, но всё равно писали. И там уже когда всё-таки речь там доходила о том, что ну вот я там приду в гости, к счастью, я каждый раз старался убедиться, что человек понимает, на что идёт вообще. И опять же, случаев было немало, когда люди с удивлением понимали, что биологически я всё не то, как они себе это представляли. Ну и в принципе на этом разговор и закрывался. Можешь привести пример, что это за моменты были, когда вот они вдруг понимали, что это не то, что они себе представляли? Как выглядела эта встреча, допустим? Не-не, ну ладно, были и встречи тоже, но чаще это было именно в тексте. Опять же, если уже там пошла на встречу, но человека это не интересует, ну мы оба теряем просто своё время. Чаще это было всё-таки, несмотря на то, что в анкете всё описано, люди писали, и в тексте приходилось убеждаться, что действительно... Правильно ли ты меня понимаешь? Да, правильно ли они меня понимают. Ну и тогда просто с удивлением они просто переспрашивают, а что всё, ну... Что, у меня что, член, что ли? Говорил, да, так и есть, ну вот, как и описано. Ну, как мы знаем, люди читают жопы, жопы читают люди, поэтому неудивительно. Ну, пару раз доходило даже до встречи, и не помню, почему так произошло, но тем не менее. Там была один раз девушка, которая именно просто хотела попробовать первый раз, типа, в лесбийских отношениях себя. Но вот когда встретились, мы пошли на свидание, она поняла, что оно, оказывается, там, этот... Точнее, она хотела попробовать не в лесбийских отношениях, а именно в очень-то, там, конкретном лесбийском сексе. Но биологически всё оказалось не так, как она себя представляла, ну и просто время провели, ни до чего не дойдя. Но это было какое-то разочарование? Или вы поняли, что друг другу не подходили? С моей стороны, разочарование было именно в том плане, что, ну, блин, там, время почти что зря потратили. То есть свидание, оно всегда могло пойти в ту или другую сторону, то есть приятно и неприятно. Ну, чаще было именно разочарование о том, что, ну вот, с моей стороны, что, ну вот, опять там не прочитали. Опять ни о чём. Ну, опять ни о чём, ну, потому что, я не знаю, казалось, что, ну, почему люди такие невнимательные? А ты же до этого говорила, что тебя привлекали мужчины именно. Почему ты вообще согласилась на свидание с женщиной? Я не скажу, что меня прям-таки привлекали мужчины. Меня скорее больше привлекала та мысль о том, что, ну, вот, именно чисто в самом начале мысль была о том, что всё не так, как мне казалось по жизни. И то, что, в принципе, может быть, какой-то мужской образ меня там может привлекать, меня скорее эта мысль привлекала. Несколько лет перепробовав, я поняла, что, ну, всё-таки мужчины меня сексуально не интересуют. Ну, это был такой поиск себя. Да, да. Я попробовала, я выяснила, типа, ну, и хорошо. Ну, и чаще всё-таки с женщинами осталось встречаться. Ну, что ж мы, что с мужчинами, что с женщинами, всё одно и то же самое было, то, что люди невнимательные, люди не читают, и люди поэтому разочаровываются. Так какой он был, твой первый секс? Интересный, в том плане, что это был парень, выглядел просто как порнозвезда. Молодой, высокий, гладкий, стройный, и там всё. Главное, гладкий. Ну, и, ну, много таких. Короче, подтянутый, атлетичный, хорошо выглядящий, да? Да, да, да. Ну, и его очень конкретно именно интересовали именно трансгендеры. Одна проблема выяснилась в том, что мы оба пастивы. Да, 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 да. Знаем, знаем, слышали такое, да. Но всё-таки не без опыта. Смоглось? Не, ну, смоглось, то есть хоть как-то. Ну, хоть как-то в том плане, что встречались немало. Самое, наверное, забавное было то, что периодически, не знаю, там, не часто встречались на протяжении, там, может, двух лет. Я до сих пор его имени не знаю. Это что, мы... Секс не повод для знакомства. Да, именно так. При встречах мы не общались. Это был чисто секс. Но вы же переписывались. Нет, единственные переписки были в том, что, типа, когда и во сколько. Где в основном, это было только у меня. Очень по-деловому. То есть всё конкретно, всё чётенько, да? Никаких вот этих вот. Ну, я на это, по большому счёту, смотрел чисто как на опыт. Это первые, начиная с 26-27 лет, это я усердно, всем этим занималась просто, чтобы понять себя. Как бы мне удовольствия не хотелось, я ориентировалась больше на информацию, которую я получала. Одно и то же, приходилось повторять много раз, пока не была уверена, что да, я точно это хочу, я точно это не хочу. А если мне что-то в этом понравилось, то что именно в этом мне понравилось? То есть это не все прям такие романтические отношения, о которых, не знаю, можно мечтать. Это был в принципе чисто опыт. С лёгкими, приятными моментами. Можно ещё немножко вернусь назад? Ты сказала, что очень большой спрос на трансгендерных людей. А кто основной потребитель? Мужчина. Как ты сказал, основной потребитель? Мужчина. Не успел красиво сформулировать. Не, ну, понятно, в спальнюю роль. Мы мужчины. И пассивы, и активы. Это просто такой фетиш? По-моему, да. То есть, не, ну, я с уверенностью могу сказать, они не романтику ищут. А что они ищут? Секс? Ну, эксперимент. Просто секс. А какой? Ну, опять же, и такой, то есть, ну, по-разному. Ты их наказываешь? Нет, это... Скорее, я принимаю роль, кого наказывают. Ну, да, инструмент у меня в этом плане есть, но не я ими пользуюсь. Слушай, а после всех вот этих изменений тело как-то начало по-другому себя там чувствовать, ощущать? То есть, там, вот грудь, не знаю, может быть, стала более чувствительной или наоборот чувствительность упала? Не, ну, да. Ну, в плане груди, да, чувствительность там повысилась. В плане физического ощущения самое главное — это вот то, что дисфория исчезла, и каждый день перестал быть просто агонией. И лучше этого ощущения, честное слово, трудно представить. То, что там грудь стала там чуть более чувствительной, это, ну, да, это есть, это мелочь, но это есть. Ну, да, то есть, я старалась, всё время старалась добиться именно более женского образа, то есть, типа, как талии. Не знаю, мне, допустим, нравится фасон песочных часов. Соответственно, я его стараюсь добиваться, но это всё-таки зависит не только там от гормонов, опять же, там, это и физические упражнения тоже. Приятное именно становится от того, что добиваешься именно такого образа, который хочешь. Гормоны, да, помогают, но они не всё. А что насчёт кадыка? Тут отдельная история, связанная с операцией. Мне тяжело сказать, насколько у меня раньше был выявлен кадык, потому что у меня на месте кадыка была громадная киста. В связи с этим у меня была операция. У меня просто вырезали кисту. Ну, и каким-то образом, ну, всё-таки, не каким-то образом, это всё-таки связано было. После операции, ну, кадык, он даже не виден. Покажи. Там нечего показывать. Слушай, реально. Вот. А у меня видно. Что-то видно, да. Что-то видно. Ну, у меня, я прям, не знаю, мячик от гольфа там был. Такой громадный. Вот. Но это была киста, и поэтому просто надо было удалить. В ином случае, там, кадык, в принципе, удалять не стоит. Это как важная часть тела. Её можно побреть. То есть сделать меньше. Вау. То есть он будет менее виден, он будет функционален. Ну, и вот, это как вариант. Я не знал. Слушай, а в тот момент, когда ты начала себя принимать, изучать, понимать, нашла ли ты свои эрогенные зоны? Да. Да. Это было до преображения. Всё именно началось до, не знаю, ну, 26 лет. Это тут, перед ещё первым свиданием, то есть почему я вообще пошла на свидание с мужчиной, узнала, что, узнала, где эрогенные зоны, что там, где не ожидалось на 26 лет. Интересно, это где? Ну, где? Ну, чё? Как-то получше сказать. Как есть. Не, ну, просто по-разному. Не, было какое-то хорошее слово. Ну, не, ну, банально. Ага. Ну, вполне себе, да. Вот. То есть ничего необычного. Ну, вот, и казалось бы, что, в принципе, ну, с мужчиной, не знаю, пойти на свидание или пригласить к себе, это, то есть, казалось бы, вот вариант. Или, казалось бы, вот хороший вариант. Именно поэтому лишь с этого всё, все эти опыты и начались. То есть, все это получение информации. Ты уже сказала о каких-то стандартах красоты, которым ты сама стремишься, а ты можешь сказать, кого ты ищешь в своём партнёре, как должен выглядеть этот человек, чисто внешне? Я могу сказать то, что меня чисто так привлекает, но в то же время я, не знаю, я знаю одного восхитительного человека, который абсолютно не подходит визуально такому образу, но мне с одним человеком, то есть, ну, было приятно как ни с кем. И в сексе, и просто как находиться. Ну, боюсь, что, ну, да, меня там, как большинство людей, интересует очень такой стандарт. Ну, какой это стандарт? От красоты, хорошая талия, ну, и речь идёт именно о женском образе. Именно такой очень-очень стереотипный женский образ. То есть, ну, да, привлекательно, там, отрицать не стану. Тем не менее, вот, есть человек, который абсолютно этому не подходит, но так приятно проводить... Ну, флюиды делают своё дело. Вот, так приятно проводить время с одним человеком, что, там, я бы этого человека выбрала, даже если были бы варианты других лучше выглядящих людей, но у них уже был партнёр, пробовали полиаморные отношения. Но тот человек, с которым я встречалась, партнёр не захотел, чтобы мы продолжали встречаться, ну, и, как бы, мы с уважением отнеслись. Да, то время, которое мы встречались, было очень приятно, было восхитительно. Но, как бы, время опыта подошёл к концу, мы попрощались, ну, и вот на этом отношения закончились. Ну, это всё-таки речь была о том, какой образ мне нравится, ну, я отрицать не стану, что стереотипный, очень женственный образ, да, чрезвычайно привлекательный. Я ни в коем случае себя этим ограничивать не буду, потому что самое важное, это всё-таки характер. На этом я остановлюсь. А ты хочешь сейчас состоять в отношениях? Ты там ищешь, стремишься? Нет, ещё нет, не стремлюсь. У меня с момента перехода, ну, и, в принципе, по жизни там три отношения были, ну, точнее, там, с тремя разными людьми. То есть, ну, это на протяжении, не знаю, шести лет, плюс-минус. И последние закончились, ну, почти год назад. Ну, год начался уже без отношений. И с тех пор я, честное слово, я просто наслаждаюсь одиночеством. С тех пор, как я себя приняла, ну, я интенсивно старался получать новую информацию, там, вот, был первый секс, первые отношения, там, первое то, всё, третье. И, как бы, я очень сильно наверстывала всё то упущенное время, которое, там, я пропустила. Первые отношения были такие, что, типа, ну, да, восхитительные ощущения, или, во всяком случае, так вот, как обычно в первых отношениях бывает. Я со здравым смыслом понимала, что обычно первыми отношениями всё не заканчивается. То есть, очень-очень редкие случаи встречают вот кого-то первый раз, там, и всё до конца жизни. Тем не менее, было грустно, когда это всё закончилось, несмотря на то, что хорошо, что это всё закончилось. И, как бы, опыт с этого начался, там были вторые отношения тоже, там много плюсов, много минусов. Третьи вот закончились почти что год назад, и я устала. Я очень сильно от этого всего устала. Сейчас вот у меня дома есть кот, это вся компания, которая мне сейчас нужна. Ну и хорошо, то есть, я за эти годы, я выяснил очень много чего, входя в следующие отношения, я уже знаю намного лучше, кого я ищу, то есть, как я это буду делать. И, ну вот, в общем, очень много деталей в этом плане выяснила. Но пока что просто радуюсь то, что у меня есть время для себя. Никто меня там со стороны не бесит. и, в принципе, ну вот, настал такой период, когда мне хорошо с самой собой. А в твоих отношениях ты какую роль играешь? Или вообще как эти отношения выглядят? Ну вот секси или... Там пассивный, активный, мужчина-женщина, конфетно-букетный, там кто букет и кому дарит? Ну, обычно мне. То есть я и пассивные роли, и букеты мне. Не, ну, скажем так, вообще в отношениях там всё было всё время по-разному, и я, и мне, но это было больше для получения информации, потому что я не знала себя, как вести, чтобы было лучше и мне, и другому человеку. А сейчас тебе больше нравится, когда за тобой ухаживают? За мной, но, тем не менее, я не безответственная, то есть я и сама могу стоять на своих ногах. Этот уход за мной — это приятный бонус, если человек себе может позволить, но это не значит, что я без этого жить не могу. А твой язык любвён какой? Тактильный. Ой, я что-то прям растерялся. А твой? Начал думать про себя, да. А твой, Артур, какой? А какие ещё бывают? Там у нас что? Подарки. Подарки, тактильность. Господи, ну и всё, что ты придумаешь. Есть небольшой ряд, я всё не помню, но вот... Ну, тактильный мне подходит, скажем так. Подходит, да? Да. А, есть вот пять языков любви. Так, ерунду открыла, да? Как-то фигню открыла, да. Это ободряющие слова. А, ну вот, время, подарки, помощь, прикосновения. Ага, ну, время... Ну, короче, потрындеть, время провести. Потрындеть, время провести и прикосновения, да. Подходит. Хорошо. А, Виктория, а что насчёт детей? Хочешь, не хочешь, планируешь? Ну, не планирую, но как бы большую часть жизни я всё-таки даже и думать не могла об этом, потому что я на своих ногах не могла стоять. И растить ещё одного человека, скажем так, в мире, который для меня оказался до сих пор кажется вполне себе жестоким, ну, думаю, зачем мне причинять боль ещё одному человеку в плане как нового ребёнка? Это не значит, что я, в принципе, исключаю это из своей жизни. Один раз даже был вариант там с кем-то начать, там при очень конкретных условиях. Я там даже ходила выяснять, типа, ну, как в плане моего здоровья, то есть могу ли я и до сих пор иметь детей. Выяснилось, что могу. Другой человек оказался, оказалось, что не может, поэтому ничего там не вышло. Но я не стремлюсь. А как ты в целом в этом мире обитаешь? Насколько тебе тяжело выходить на улицу? Как к тебе люди относятся? Даже те же туалеты, у нас всё-таки большинство мужские и женские, какой выбираешь ты? Не, ну, в плане я просто, естественно, выхожу. Я ни о ком не думаю, ну, и я принимаю такую позицию, что обо мне никто не думает, ибо зачем? Типа, я всего лишь прохожий для всех других, ну, и женским туалетом тоже пользуюсь, то есть... И это работает, если ты осознаёшь, что, собственно, вокруг люди тобой так же не интересуются, как это... Да, не, ну, это как бы суть простейшей жизни здесь. Здесь, в принципе, ничего никогда не происходит, и несмотря на то, кем я являюсь, то есть, по сути, я всего лишь очередной человек на улице, или где бы я ни находилась. Ну, и это неинтересно, это никому не должно быть интересно, и хорошо, что это никому неинтересно, потому что... А как вообще это должно влиять? С хейтом сталкиваешься? Так мало, очень мало, к счастью. То есть, я работаю за кассой, я работал до перехода, во время перехода, и после перехода. Больше позитивных комментариев было, намного было больше позитивных комментариев в этом плане, чем негативных. Типа каких? А-ля, Вик, ты сегодня потрясающе выглядишь. Ну, без сарказма. Ну, естественно. И да, и даже там, ну, самые лучшие это были, когда еще во время перехода. Пару раз, удивительно, что даже не один раз, а два раза такое было, что пожилая пара ко мне подходила, то есть, ну, сканировала вещи, там, они уже все оплатили. Бабушку пару, там, именно бабушке говорили, что, типа, как там, они меня, за меня рады, то есть, и говорят, что вот они, как пара, там, очень сильно меня любят, ну, и надеются, что там все хорошо будет. То есть, это до слез доводило, потому что ничего подобного я не испытывала, и тут такое. Ну, от пожилой пары такого прогрессивного взгляда особенно удивительно ожидать. Два же. Это были разные пары, то есть, ну, да, это... И, ну, были там негативные комментарии тоже, но их было так мало, они были такие тихие, что, честным словом, мне на это наплевать, потому что, ну, люди имеют право думать и говорить, что хотят. Я имею право на это не обращать внимания. А как тебя звали До? Не хочешь? А почему ты выбрала именно это имя? Очень мне нравится. Ну, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня два варианта были, которые, ну, обычно, когда происходит, там, проговариваешь, там, всякие имена, и смотришь, что ложится тебе вот на сердце. Не знаю, у меня была либо Виктория, либо Вероника, ну, и как-то просто так легло на Викторию, и, ну, и все. Сейчас уже даже с удивлением вспоминаю так, что, оказывается, меня же не всю жизнь так звали. Вот удивительно. Окажется так, что уже всю жизнь вот так вот живу, и это и нормально, и в этом нет ничего интересного. А с документами что? Уже новые. Уже новые? Да. Сложно было? Лишь в ожидании, то есть это требует, там, несколько лет ожиданий, но, как бы, все это время прошло, теперь это все закончилось. Бюрократически, нет, это вовсе не сложно, это ждешь момент, когда можно, быстро происходит, и все становится позади. И сейчас ты счастливый обладатель документа, который соответствует твоему внутреннему ощущению. Да, так и есть. Потрясающе. Это очень хорошо, это позитивная такая концовка. Тогда на сегодня у нас все, Виктория, спасибо тебе за то, что пришла, за этот разговор, я сегодня узнал много нового. Дорогие слушатели, напоминаю, что нас можно найти на Spotify, Apple Podcasts, также нас можно слушать на платформе Delphi Tasku или прямо на странице RusDelphi. Оставляйте отзывы и подписывайтесь на наши соцсети, особенно на Инстаграм, а с недавних пор еще и TikTok, где мы публикуем эксклюзивные материалы и показываем, что происходит за кадром. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока.